Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте. В эфире телеканал Айтон ТВ, программа Азия – большая игра. Ведем его, как всегда. Мы с Давидом Эдельманом, историком-политтехнологом. Добрый день, добрый вечер. И наш сегодня гость – политолог из Азербайджана Эльгар Веризаде. Добрый вечер, уважаемый Эльгар. Рады приветствовать на нашем канале. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас уже глубокий вечер. У нас только начинает смеркаться. Разница два часа. Разница ощутимая. Господа, я пригласил вас сегодня побеседовать. У нас есть несколько, так сказать, интересных тем. Жизнь подкидывает нам все время сплошь и рядом, так сказать, сюрпризы. Но таким сюрпризом, по крайней мере, для многих израильтян было восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Казалось бы, шииты, суниты, заклятые враги. И вдруг восстановление дипломатических отношений. Мы понимаем, что в этом в какой-то степени сыграло роль, так сказать, правительство Израиля новое, которому не до чего сейчас оно занимается своими разборками. Но и серьезную роль, конечно, сыграли американцы, которые, ну, скажем так, с легким пренебрежением относятся к Саудитам. И наследный принц Бин Салман, он, конечно, все это воспринимает очень и очень серьезно. Итак, господа, первый вопрос, Эльгар, первый вопрос к вам. Как вы в Азербайджане восприняли эту новость, сближение Саудовской Аравии с Ираном? То есть Иран теперь не одинок. До этого у него была единственная, так сказать, поддержка, это Россия. И вот сейчас возникает Саудовская Аравия, и за ней потянулись уже, по-моему, Эмираты. И неизвестно, на чем это все остановится. Пожалуйста. Да, вы знаете, Александр, для нас это тоже было неожиданностью, как и для всех, наверное, для многих, которые наблюдают за этой ситуацией. Но динамика последнего времени, скажем, контакты между Китаем и Саудовской Аравией, Китаем и Ираном, все-таки говорили о том, что в этом регионе что-то намечается. Что намечается, какие процессы, мы сейчас можем видеть, в частности, по этому событию, по заключению, скажем, такой сделки между Ираном и Саудовской Аравией при помощи Китая. Ну, вот тот момент такой, и здесь в нашем обществе он достаточно широко обсуждается. Дело в том, что мы не верим в дружбу между Саудовской Аравией и Ираном. Никакой дружбы здесь нет, здесь есть стратегический интерес. Вот в чем заключается стратегический интерес? Почему они именно в этот период решили, значит, ну, скажем, договориться о возобновлении дипотношений? Вот здесь вопрос, наверное, вкроется в этом, и почему именно Китай решил им помочь, и, вернее, кто вообще был инициатором этого процесса, ну, скорее всего, это Кикин и был инициатором. Вот здесь различные есть предположения. На мой взгляд, мне кажется, что все-таки это и серьезная такая геополитическая конкуренция между Китаем и Соединенными Штатами, и Соединенные Штаты в этом вопросе проиграли. Очевидно и совершенно, значит, ясно это было видно. Это было видно, кстати говоря, и не только по этой, скажем, сделке. Еще в прошлом году, когда состоялся визит председателя КНР Си Цзиньпини в Саудовской Аравии, он резко диссонировал с вот этим антуражем, который сопровождал визит Байдена в Саудовскую Аравию летом того же года. То есть очень большая разница, как встречали Байдена и как встречали Си Цзиньпини. Ну, и, конечно же, здесь также, ну, если у нас будет возможность, мы об этом поговорим, наверное. И еще один такой важный ремарку я должен сделать, это, конечно, визит Раиси, президента Ирана в Пекин. Тоже такой достаточно интересный визит был. И его значение заключается в том, что это первый за 20 лет визит руководителя Ирана в Китай. То есть понятно было, что здесь динамика очень серьезная. Ну, тот, кто, что называется, пропустил ее мимо ушей, мимо внимания, тот и проиграл по большому счету. Ну, это проиграть такой относительно, еще неизвестно, как пойдет сам процесс и на что он рассчитан. Ну, об этом, наверное, тоже стоит поговорить. Единственное, что здесь я могу отметить, что в этой ситуации, мне кажется, что Китай сыграл на интересах Ирана, вернее, больше всего даже на интересах Саудовской Аравии. Саудовская Аравия, вот на фоне этой турбулентности, которая сегодня складывается вокруг Ирана, просто предпочла оставаться в стороне. То есть, как бы, моя хата с краю, что называется, лучше договориться так временно с Ираном, чем вовлекаться в эту самую турбулентность. Я думаю, что все-таки это сыграл его интригер. Скажите, я просто продолжу. Вот роль Китая, да, то есть мы говорим о том, что действительно Китай сейчас играет все больше и больше роль не только на Ближнем Востоке, да, но и вот, так сказать, в целом в мире, но на Ближнем Востоке вот эта роль Китая, мы пытаемся понять, она положительная или отрицательная. Понятно, что Китай в какой-то степени воспользовался тем, что Россия сейчас отходит от большой политики, занимается исключительно своими делами в Украине, ну, по мере возможности, так сказать, принимает участие в другом, но понятно, что им сейчас не до чего. И Китай вот это вот начинает занимать эту нишу и занимать достаточно успешно. Хорошо ли это или плохо? Почему я задаю такой вопрос? То есть, с одной стороны, Китай всегда придерживается весьма и весьма прагматичной точки зрения. То есть, китайцы за спокойствие, китайцам не нужны сюрпризы, китайцам не нужна, не дай бог, война, им нужна торговля, им нужно, чтобы все было спокойно и хорошо. Хорошо. Смогут ли китайцы оказать воздействие на Иран с целью, так сказать, умиротворения и попытаться заставить его отказаться хотя бы временно от его ядерной программы? Александр, частично вы ответили на этот вопрос, хорошо ли это или плохо. Хорошо для Китая хорошо. То, что для Китая хорошо, я даже ни на секунду не сомневался. А вот для всех остальных, для Ирана тоже вполне возможно, что хорошо, потому что Китай, это не Соединенные Штаты, лучше пусть будет больше Китая, чем больше Соединенных Штатов в регионе. И для Ирана это хорошо. А вот для всех остальных мы, знаете, прицениваемся к этой ситуации, смотрим, измеряем. Да, для Китая необходима стабильность, но будет ли Китай влиять на Иран, чтобы он изменил свой вектор поведения в отношении его ядерной программы? Это не факт, неизвестно еще. Конечно, Китаю не нужна еще одна ядерная держава, тем более такая, как Иран. Между Китаем и Ираном есть серьезные противоречия, и Китай пытается эти противоречия решить своим, скажем, вовлечением в региональную динамику, пытаясь вот таким образом воздействовать на стороны. Но дело в том, что у Китая есть и свои рычаги давления на Иран. Дело в том, что Иран сегодня очень критически зависит, в частности, от Китая. Иран поставляет нефть Китаю. Иран, скажем, несколько лет назад заключил сделку с Китаем. Это предусматривает крупную инвестиционную программу, несколько десятков миллиардов долларов. Китай обещал Ирану, но ничего в этом направлении не делается. Возможно, есть какие-то желания со стороны Китая. Он обуславливает реализацию эту программу какими-то своими требованиями по отношению к Ирану. И здесь мы видим, что Иран что-то хочет от Китая, реально что-то хочет. Ну, как минимум, хочет, чтобы Китай и прежде, как и раньше, покупал иранскую нефть. А поскольку предложения более чем достаточно, это увеличивающееся предложение со стороны России, причем по такой очень сходной цене. Это, конечно же, предложение, оставшееся со стороны Саудовской Аравии, тоже немаленькие предложения. Ну, и Иран в этой ситуации, его позиции выглядят очень зыбко. И, конечно, Иран хочет, чтобы Китай как минимум по-прежнему покупал в достаточном объеме иранскую нефть. Но вот Китай, для Китая все равно. Будет, я так понимаю, Иран, скажем, проводить более такую агрессивную политику или менее агрессивную. Он как бы опосредованно на это смотрит. Будет, если Иран проводит свою агрессивную политику, в какой-то степени даже Китаю на руку, потому что отвлекает внимание Соединенных Штатов Америки от самого Китая. И в этом смысле он заинтересован, чтобы вот эта ситуация продолжалась. С другой стороны, вы знаете, Китай не так критически зависит от Ирана, чтобы там, скажем, все яйца складывать в эту корзину. Поэтому мне кажется, что все-таки Китай будет торговаться. Это вообще китайская политика такая. Торгуйся, вы торговываете для себя преференцией и играй на балансе интересов. Вот единственное, что здесь, конечно, совершенно не очень так понятно. Все-таки Китай заинтересован и в Израиле. Вот в чем вопрос. Причем очень серьезно заинтересован, особенно в регионе Восточного Средиземноморья. Как собирается разгуливать Пекин вот эту ситуацию? Для Израиля у него есть свои какие-то преференции, какие-то свои предложения. Как он будет это решать? Ну, это, наверное, ближайшие шаги пока, дальнейшие шаги. Давид? Вопрос. Понятное дело, что Китай исследует, прежде всего, свои интересы. Ну, в частности, когда они... Их выступления, они вдруг начали упоминать названия российских городов на Дальнем Востоке и китайский вариант названий. Тут что-то вспомнили, да? Да, так просто так. Ни с того, ни с сего, да? Да. То есть, ребят, вы, может быть, хотите что-то так далее. У нас есть этому своя цена. Вопрос. Каковы главные цели Китая в регионе? Ну, от Южного Кавказа до Израиля, то есть, на Большом Ближнем Востоке? Китай рассматривает наш регион как, прежде всего, как дорогу, как путь. Вот этот middle-коридор, срединый коридор для транспортировки своих грузов в европейском направлении. Ему нужно, с одной стороны, с экономической... Новый желковый путь, как называют. Да, да, совершенно верно. Да, с экономической точки зрения, но здесь есть еще и политические расчеты. Дело в том, что Китай хочет обеспечить свое присутствие в этом регионе, застолбив за собой свой участок, как бы. Для Китая вот сейчас, в нынешних условиях, внутриконтинентальные перевозки приобретают колоссальные значения, в том числе для Китая. Почему? Потому что морской фракт, цена за морской фракт увеличивается. С другой стороны, курсировать в достаточно нестабильных водах Азиатско-Тихоокеанского региона тоже как-то сегодня очень стрёмно получается, особенно на фоне последних событий, когда, скажем, Австралия, Соединенные Штаты Америки, Великобритания договорились усилить свое военное присутствие в этом Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вернее, Тихоокеанском, Индийском регионе, так они его называют. И в этих условиях, конечно, стратегические коммуникации, которые проходят внутри континента, Евразия для него очень важна. Поэтому Южный Кавказ для него вот в этом, с этой точки зрения, исключительно важный регион считается. Ну, я, значит, должен сказать, что в последние годы Китай пытается как-то диверсифицировать свое присутствие в регионе, пытается открывать какие-то банки. Кстати говоря, Китай проявляет исключительный интерес к проекту Анаклии, глубоководному порту в Грузии. Здесь также, кстати говоря, наступает на грабли тех же Соединенных Штатов, которые не хотели бы, чтобы Китай усиливал свое присутствие в этом регионе. Ну, вот так, такой медленный, тихий сапой Китай продвигает свои интересы в нашем регионе, стараясь имплементировать свои интересы с интересами региональных игроков. Вот как-то так. Я не вмешиваюсь в ваши внутренние дела, в ваши внутренние разборки, но могу предложить свое содействие в реализации каких-то крупных инфраструктурных проектов. Я могу предложить свои грузы, товары, которые повышают рентабельность транспортной инфраструктуры, повышают рентабельность транзитной инфраструктуры. В этом, кстати говоря, заинтересованы ряд европейских государств, которые таким образом в обход России получают вот эти стабильные маршруты Китая. Вот так и живем, что называется. Но вы знаете, если перейти от торговых и экономических преференций или, наоборот, недостатков, которые может принести вот это сближение Ирана и Китая и Саудовской Аравии, мы все-таки как бы напираем больше на вопросы безопасности. Мы знаем, что Иран вплотную подошел к созданию ядерной бомбы, то есть все уже красная черта, о которой так много и так долго все говорят в Израиле, по крайней мере, она вот уже приближается. Вот эта черта уже видна, так сказать, невооруженным глазом. И Израиль очень серьезно готовится к времени чек, когда необходимо будет решать эту проблему. И вот мы видим сейчас, что министр разведки Израиля Гиле Гамлиэле находится в Баку. То есть, очевидно, и в Баку с тревогой восприняли вот этот союз между, пускай временный союз между Ираном и Саудовской Аравией. И насколько это обсуждается сейчас в Баку? Насколько возможны военные решения проблемы и насколько это серьезно? Дело в том, что вообще, если брать такую, скажем, военно-политическую динамику, что мы наблюдаем? Вот этот визит, о котором вы говорили, он является частью череды визитов, которые последние дни происходили, вообще недели происходили в нашем, в этом регионе, в Большом, на Большом Ближнем Востоке. Это визит Милли, значит, в Израиль, визит Остина в регион. Как раз-таки это все про приготовление относительно возможных противодействия Ирану. Есть такой сегодня, кстати говоря, да, визит, конечно, главы израильской разведки в Баку. Сегодня визит высокопославленного американского представителя также в Баку. То есть здесь американская дипломатия где-то в параллельных, военная дипломатия, где-то параллельно идет с израильской военной политической дипломатией. И вот на этом же фоне какая-то другая динамика. Асад вдруг сорвался в Москву, полетел в Москву договариваться. Россия пытается, ну, есть анонсированный визит в Россию в Анкару. Ну, то есть вот в этой динамике, да, у нас есть какая-то синхронизация действий с Израилем, с Соединенными Штатами, по крайней мере, в военно-политической сфере. И мы также, конечно, крайне беспокоимся относительно вот такого варианта развития событий, когда Иран все-таки объявит о том, что или же не объявит, по крайней мере, дойдет до этих 90% пресловутых и настанет время Че. Как мы будем действовать в этом направлении? Многое зависит от того, как будет действовать Иран. Иран уже грозится тем, что, как бы, Азербайджан тут замышляет вместе с Израилем, там, Соединенными Штатами, какие-то планы. Если Иран пойдет на опережение, естественно, мы будем реагировать, и будем реагировать не одни, мы будем реагировать, опять же, с Израилем, скорее всего, и это будет, конечно, не очень хорошо. Но до этих сценариев пока еще есть время, есть политика дипломатическая активность. Я думаю, что вот в ближайшие дни мы будем видеть, как эта политика дипломатическая активность вообще, к чему она приведет. Есть, к сожалению, и такой момент, как в этот же период, значит, генеральный директор МАКТ прибыл в Тегеран. Там он очень так эмоционально, мягко выражаясь, говорил о том, что вот не допустят, что это изобразие. Вообще им нужно заниматься инспекцией объектов, а не решать политические вопросы. Про инспекцию объектов он говорил меньше всего, наверное. Ну вот мы надеемся, что все-таки какой-то определенный разум возобладает инстинкт самосохранения. Потому что если здесь что-то такое начнется, то мало не покажется никому. И прежде всего Ирану. Не в такой положении, чтобы там затевать какие-то военные компании. У них внутри ситуация. Они сидят на пороховой бочке. Да, там до сих пор все еще бурлит. Конечно, и бурлит, и не заканчивается. Если тут что-нибудь начнется, прежде всего это будет хуже им. То есть если они блефуют, они блефуют очень нехорошо. Но надеемся, что все-таки какой-то такой разум все-таки возобладает. И здесь да, если мы говорим... По поводу блефа, можно? По поводу блефа вопрос. На днях было вторжение иранского самолета в азербайджанское воздушное пространство. То есть он летел вдоль границы и иногда нарушал границу, вторгаясь в азербайджанское пространство. А в чем смысл этого полета? Что иранцы хотели сообщить этим... Ну, передать этим месседжем? И кому это сообщение? Я не знаю. Это, наверное, какая-то с разведывательной целью, наверное, этот полет осуществлялся. Но я не знаю. Вообще там, видите, логику очень сложно. Это демонстративный полет. Если это демонстративный полет, то он должен был вызвать реакцию. Реакцию такую, то есть понятную со стороны военных. И тогда это произошел бы инцидент. Видимо, они рассчитывали на инцидент тоже. Но этот инцидент не получился. Но в любом случае это провокации. И эти провокации, наверное, будут еще возрастать, к сожалению. Скажите, а что вы думаете по поводу ситуации в Турции? То есть Турция – это, так сказать, основной, я бы сказал, стратегический союзник Азербайджана. В Турции приближаются выборы. Каковы, на ваш взгляд, шансы Эрдогана, особенно в свете последних, так сказать, катаклизмов землетрясения и прочее? Ну, судя по опросам, его рейтинги, конечно, пошатнулись. И рейтинг оппозиции здесь, в данном случае, вот на этом этапе сегодня, он кажется более предпочтительным. Но это рейтинги. Знаете, если опираться на эти рейтинги, сколько раз бывало, что рейтинги показывают одно, а реальная ситуация совершенно по-другому складывается и в конечном итоге. То есть на рейтинге, наверное, не стоит опираться. Ну, конечно, вы знаете, какая ситуация? Сегодня, так или иначе, Турция занята своими выборами, Турция больше занята выборами, Турция больше занята вот этим землетрясением, а значит, Турция обращена в себя, ну, политическое руководство. А это шанс для других игроков, которые могли бы усмотреть в этом, ну, скажем, такой признаки ослабления внимания Турции к региональным делам и, конечно, погреть на этом. Скорее всего, Иран тоже к этой ситуации присматривается и может как-то и попытаться извлечь из этого определенную пользу. Но я думаю, что с военно-политической точки зрения реально ничего не поменялось на сегодняшний день, по крайней мере. А загадывать на такую среднесрочную перспективу я бы не хотел, по крайней мере, потому что, значит, вот эта самая турбулентность нас вынуждает обращать внимание на более такие актуальные темы, на более такие сегодняшние темы, чем вот на такие, скажем, более кажущиеся актуальные. Спасибо. Давид, у тебя есть еще вопросы? Нет, я, в принципе, согласен с тем, что вы сказали. Единственное, что я хотел сказать, что Гилл Адумлиэль, это ни в коем случае не начальник всей израильской разведки. Ну да, она министр разведки. Министр разведки. Это непонятная должность, существующая в израильском правительстве, где в этом правительстве создали несколько десятков ненужных министров. Ну, вот один из них министр разведки. Ну, это наши уже, так сказать, внутренние, да. У нас портфели в этот раз плодились просто, так сказать, как матрешка, знаете. На Тиньягу доставал матрешку, и оттуда достал портфели. Спасибо. Спасибо большое, Эльгар Велизаде, политолог, город Баку. Спасибо. И надеюсь, что все обойдется. Спасибо, Давид Эдельман. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Оставайтесь с нами.